Жители Садово не успевают замечать, как рядом с их домом появляется еще несколько. Микрорайон разрастается невероятными темпами. Планируется, что к 2020 году здесь будут жить около 30 тысяч чебоксарцев. Как обеспечить им комфортное проживание? Какие объекты должны появиться на территории? Эти вопросы сити-менеджер Алексей Ладыков обсудил с застройщиком. Огромная площадь в тысячи гектаров заполнена многоквартирными домами. Но пока жилье в Садовом приобретают скорее на перспективу. Объектов социальной инфраструктуры недостаточно. Один детский сад, нет школ, больниц, торговых центров. Сложно перемещаться без личного транспорта. У меня внучка в школу пойдет, я очень переживаю. Очень нужна школа. Внуку садик нужен. Я очень хочу, чтобы быстрее построили. Строительство всех этих объектов предусмотрено. Второй детский сад планируют открыть в Акурат перед Новым годом. А в 2019 году своей двери распахнет школа на 1600 мест. Вот здесь расположена сама школа. Вот здесь вот справа место как раз для садика и для поликлиники. Мы предлагаем с одной стороны построить музыкальную школу, с другой стороны детскую поликлинику. Новую больницу здесь ждут как нигде. Сегодня рассматриваются несколько вариантов ее расположения. Один из них на первом этаже жилого дома. Однако такие помещения не предназначены для громоздкого оборудования. Например, рентгеновского аппарата. За снимками придется ехать в другую поликлинику. Если говорить о таком расположении, где-то должна быть примерно одна такая под детство и одно такое помещение под взрослость. То есть будет одна, допустим, детская поликлиника, одна взрослая поликлиника. Поэтому тогда этого будет достаточно. То есть можно говорить, как мы с вами говорили, о возможности строительства вообще отдельного комплекса, то есть по типу отдельного детского сада, отдельной школы. Но можно рассмотреть и этот вопрос. С ростом микрорайона увеличивается поток автомобилей. Вопрос расширения уличнодорожной сети с каждым днем обостряется. А строительство развязки улиц Фучика и Айги немного затянулось. Скрылись проблемы, что там грунт слабый, глубиной 7 метров. Поэтому пришлось менять техническое решение. И вместо насыпи объемом где-то 90 тысяч кубических метров пришлось вот сейчас проектируем два моста. Два мостовых сооружения прямо под этим, под Сугутским мостом. Сегодня работы идут полным ходом. Развязку планируют завершить во втором квартале 2016 года. До этого времени будет подготовлена новая логистика движения общественного транспорта. Администрация города ведет еженедельный мониторинг пассажиропотока, чтобы разработать удобные маршруты. Что касается 2019 года, также мы по проспекту Айги вдоль Сугутки, реки Сугутки, также планируем пустить общественный транспорт. Сегодня у нас, если мы говорим, что три автобуса уходят на 12 и на 2, то мы в 2016 году планируем увеличить до 5 единиц на каждом маршруте, на 12 и на 2. В принципе, вот эту развязку, которую мы в 2019 году планируем, если в Богдан-Хмельницкой будет расширение до 6 полос, то наше предложение было такое, что по проспекту Айги пусть и Турки-Жар-Салега Четалевоса. Часть земли, где сейчас идет строительство социальных объектов и транспортной инфраструктуры, была в собственности застройщика. Бумажная волокита замедляла темпы работ. Но власти бизнес пришли к взаимовыгодному решению – обменять муниципальные и частные земли. Администрация города передала застройщику около 2 гектаров земли, но и в свою очередь приобрела промах обмена более 10 гектаров земли. Мы взяли земельные участки под строительство дорог, под строительство детских садов, в том числе под строительство дороги Айги и Фучика, ну а передали несколько земельных участков под объектами, которые находятся у застройщиков собственности. Городу это выгодно, потому что мы передали землю, которая в 10 раз дешевле по отчетам оценки, той земли, которую нам передал застройщик. Город взялся за комплексное развитие садового. Власти обещают, через 3-4 года микрорайон преобразится полностью. Пока же намечены конкретные шаги на ближайший месяц. До следующего совещания. Анастасия Алексеева, Олег Якимов, Республика.